Ну что ж, всем привет! С вами снова студия RUHUB. Мы смотрим за новыми квалификациями. Это ESL OneGamberg 2018. Это турнир, который не будет ни минором, ни мажором. То есть они будут входить DPC, очки раздавать не будут. Но при этом остаются Мерседесы. ESL решили турнир не отменять, потому что его анонсировали еще месяцев 7 назад. То есть очень давно и турнир остался. Посмотрим мы за этими квалификациями. Идут они очень быстро. Два дня. И мы узнаем еще несколько команд. Если быть точнее, то 4 команды, которые поедут в Гамбург. Уже есть много инвайтов. Это VP, EG, Secret, Mineski, NiPy, Forward Gaming, Pain Gaming и Vici Gaming. Для Китая только один слот был прямым инвайтом. И буквально его вчера выдали. И еще один слот мы узнаем в течение этих двух дней. Вместе с Лексом и Форсом. Форс, здорово! Привет, 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 привет! Так, ну давай, немножко свое мнение. Может быть, наблюдал за Serenity. Я понимаю, что за китайским регионом нам было трудно смотреть. Он вечно шел в параллель, но Serenity, я смотрю, там жгут. В отличие от Newbie. Newbie это прям... Вот в прошлом году они после Инта начали плохо, но в этом году это просто какая-то жесть и полный провал. Кстати, в прошлом году после Инта они начали как раз не так уж и плохо. Они довольно годно играли в первое время. Может быть, первые месяца полтора. Они, если ты помнишь, даже выиграли у Liquid на каком-то мейджоре. А, ну слушай, да, они же как раз в начале сезона очков-то и нафармили. За счет этого по факту и попали на этот International. Да, а вот потом, у них было все просто отвратительно. Они все проигрывали. Ну и, в общем-то, на International тоже нельзя сказать, что они выступили хорошо. Поэтому, да, у Newbie проблемы. То, ну, а Serenity, как видите, состав не изменили. В отличие от Newbie, у Newbie изменения. Мы видим, что два игрока новых. А Serenity в составе, как и на Инте, стараются играть дальше. Похожи, в общем, ребята на Winx, которые пытаются гнуть свою линию. У нас сегодня будет два матча на этом канале. Еще два матча на канале Dota 2, Rochup 4. Очень много Dota. Но поэтому, в общем-то, и только два дня идут квалификации. Мы посмотрим Newbie Serenity. И после этого победителя пары King Gaming и Team Astro против победителя этой пары. То есть у нас будет финал винов после вот этого полуфинала. Покчамп. Да, так что у нас лучшие матчи. Не знаю, насколько... Ну, в других регионах повеселее будет, я скажу честно. Не буду врать. В Европке там будет прикольно. Там Spirits, Strike, Альянс и Espada. Европа плюс СНГ, да. Да, да, да. То есть у нас четыре региона, как 2013, 12, 14. 14, да. Пока у нас не появилось... Вчера, я, знаешь, я как чувствовал вот это предшествие 2014 года. Вчера играл с друзьями в пати. Вот. И за меня был парень, который на вивере максил Джиминейт. И первым слотом линку делал. Я думал, блин, реально, как в 2014? И это как раз меня и надоумило написать вот тот твит про Папаню и остальное. Слушай, теперь ты объяснил смысл. Ладно, типа по поводу, кстати, Игорь, 2014, наличие вот этих онлайн-туриков, вот этих туриков вне Вольво, да, вне денег Вольво. Как тебе вообще эта система? Это мы идем назад или идем вперед? Что это? Как думаешь? Ну, это какая-то цикличность. Знаешь, вот есть в диалектике три закона, да, и на основании этих трех законов можно судить о том, что история вообще, она как бы циклична, да. То есть вот у тебя есть какое-то событие, то есть турниры в онлайне. Потом ты от турниров в онлайне переходишь к исключительно лан-турнирам, да, это миноры, мажоры. Ну, игнорируем, да, путь там мейджора от Valve. То есть у нас уже мейджоры стали не от Valve, а Valve просто помогает эти мейджоры проводить. Потом бах, ты поднимаешься на ступеньку выше, но при этом возвращаешься немного в положение назад, то есть назад и выше. И при этом у тебя есть онлайн-турики, но, в общем, что-то стало другое, я пока не придумал. В общем, смысл какой. Я бы не сказал, в общем, я что имею в виду? Это вряд ли можно назвать каким-то скачком назад. Да нет, почему? Турниры от Valve остались наоборот. Мне даже это кажется более удачным решением, потому что турниры от Valve, они должны быть ожидаемы. А когда их по 20 штук за сезон, ну, извините, кто их ожидает? Там какие-то самые крупные мейджоры ты ждешь, потому что там твоя любимая команда, например, да, Virtus.pro играет или Na'Vi, там в конце концов отобрались. Остальные турниры тебе неинтересны совершенно. Здесь сейчас получается такая ситуация, что победители миноров едут на мажоры, соответственно, если какая-то команда из СНГ не отбирается на мейджор, даже те же самые Virtus.pro, ну, такой чисто теоретически может быть бах, они там не получат слот на мейджор турнир, что делать? Придется играть на миноре. И вот уже как бы Virtus.pro будут играть на миноре, там Liquid будут играть на миноре. И это делает миноры более притягательными, что, собственно, и требовалось от DPC-системы. Ну, а онлайн-турики — это просто приятно. Тут могут работяги поиграть какие-нибудь, попытать свое счастье вместе с про-игроками, в конце концов. Хотя, на самом деле, и на открытых квалификациях к минорам и к мажорам это можно сделать. Ну, хорошо, когда турниров много, на самом деле, так что не могу сказать, что это минус. Слушай, у нас тут почти драфт закончился. Да, ничего страшного, не спеши, все нормально. А драфт, на самом деле, очень интересный. Что тут? Коры, Enigma, Queen of Pain, Morphing, получается. И саппорты, пятерка Nature's Profit, и четверка Shaker. А у Саренити, излюбленная комбинация с Виспом, это Иогирокоптер. Бэйн Мирана тоже такая связка, достаточно тривиальная. Используешь Nightmarque, Die Shara. Ну, и Last Pick должен быть Мид. Мид против Queen of Pain. Ну, Queen of Pain это такой универсальный герой, против нее сложно подобрать конкретный персонаж, который вот прям сильнее будет, да? То есть там очень многое будет зависеть от личного матча. Можно выбрать героя, который откровенно слабее, например, Зевса или Снайпер. И Queen of Pain, и Зевса, и Снайпера убивают. Но вариантов против Квапы поставить Мид огромное количество. Это Лина, это там какой-то ДК, это может быть даже Бак. Ну, вот ДК, собственно. Ничего удивительного. Посмотрим, посмотрим, что будет. И всегда любопытно смотреть за Энигмой, один из моих любимых персонажей. Тем более здесь достаточно будет купить Линку, и Энигме будет довольно сложно сбить Блэкхолл. Ну, при условии, что БКБ есть, да? Да, в общем-то, можно просто сразу было бы даже Линку зарашить. Если ты увидел то, что ДК потратил стан, можно прыгнуть и дать ультимейт на Энигме. То есть там Финсгриппом тебе не собьют Блэкхолл. Могут, конечно, Найтмаром сбить, но Найтмар тоже может быть там Бейн куда-то потратит. В общем, посмотрим, как будет играть здесь. Хардлейнер команды Ньюби. Ну, а Сиренити. Не знаю даже, чего от них ожидать на данный момент. Я их матчи практически никаких не видел. Ну, естественно, моя ставка на Ньюби. Ну, это ты зря, на самом деле. Я так посмотрел результаты Ньюби, они, мягко говоря, даже Сиренити проигрывают. Да, честно говоря, ладно. Хочу, чтобы Ньюби выиграли. А, понял, я понял. Да нет, я сделаю ставку, что 2-0 будет, и Ньюби вообще не будут сопротивляться. А, да, даже так. Ну, хорошо, посмотрим. Да, ну, тем интереснее будет смотреть. Не знаю, Ньюби, мне кажется, уже вот все. Если по Ликвид, я не согласен, что они все. Я думаю, что у них просто вот такой упадок после Инта. Ты сыграл Инт, сыграл Средник, и тебе просто уже хочется отдохнуть. Я тебе могу сказать, что многие игроки УДЖИ не заходят так часто. Но они заходят, понятно, но я их и в других играх наблюдаю. Очень часто. Да, да. Я с Тобсоном, наверное, разу два сыграл. Ну, я понимаю, что появляются, но видно, что ребята отдыхают. Видно, что ребята играют. Но пока еще... Мы понимаем, что следующий мажор будет черт знает когда. Квалификацию уж точно. Там через месяц, через полтора мы об этом говорили. То есть время еще есть вот так вот играть пока. Не во всю силу. Ладно, у нас Китай. У нас Сиренти. Ньюби. Ты еще не знаешь, что Ньюби не те. Ну, сейчас. Может, они докажут, что они и правда не те. Они давно не те, но я просто смотрю на пик. Нет, ну на самом деле пик у Сиренити все-таки лучше. Вот правда. Намного лучше пик у Сиренити. Если так подумать, Энигма будет стоять в сложной с шейкером против Гирокоптера. И о, что за билд? Билд на Энигме правильный через манго. Когда ты играешь против рейнджовых героев, ну или там против Спектры, например, играешь против Гирокоптера, против Террор Блейда какого-то. В общем, герой, который легко сбивает тебе реген маны при помощи Клавити, надо брать манго обязательно. Потому что если ты берешь Клавити, ты не можешь к крипам подойти. На Энигме ты не имеешь права. Так, играть, знаешь, соевого просто уходить с линии, лес какой-то, фармить на Энигме. Нужно постоянно присутствовать на лайне, постоянно кэситься, все динайс, стараться. Он, кстати, хитрый ход был. Погнали с ребята за шейкером, но у Энигмы Варда не было. А, он обманул, ты посмотри, что творит. Ёлы-палы, какой игрок потрясающий. Ты видел, что он сделал? Нет. Он переложил мантию обратно. То есть, он как бы ее выкинул сначала в бэкпэк, а потом обратно. Показался на глаза Виспу с гирокоптером. А, погоди, так он в центре поставил. Тогда они... А, нет, подожди. Он ничего не ставил. Это центры команды Саренити. То есть, чел на Энигме просто обманул его. То есть, он подошел, выложил мантию, положил обратно. Кулдаун на мантии. Игрок прокликивает, видит, что, как бы, ну, один из слотов кулдаунится. То есть, он его переложил из бэкпэка обратно. А что-то должно быть на месте этого слота правильно. Очевидно, что там должен быть вард. Оказывается, ничего подобного. Короче, я эту фишку в выпуске перед Антом делал. Рассказывал про нее. Но я не ожидал, на самом деле, что ее так часто используют. Я уже раз пятый, наверное, вижу в профессиональных играх такое. Ты понял, вообще, в чем суть? Да, конечно. Но пока, то есть, что от этого Ньюбита выиграли? То есть, то, что на центре развели, не более того, спаун-то не заблочил? Ну, типа, да. Ну, у них-то вардов с собой не... А, ну есть центры один у Шейкер? Окей. То есть, сейчас главное, чтобы Шейкер этот центры поставил, заблочил, что он не попал на центры чужой. Да, да, да. Так, в смысле, какая разница? Он этим центрым спаун заблочит, а вражеский центры задевардит. А, ну да, да, слушай, точно. Че-то я совсем туплю. Ну, окей. Чел, кстати говоря, на Enigme от Inflame. Сразу всем предупрежу, потому что не к ней его видеть. У нас Курьер падает на центре, это SCCC. Порыгнул? Да. Ну, все правильно, все правильно. Вообще, довольно классический мув от Queen of Pain. Да, конечно же, Inflame я просто так... Первая трансляция с утра я немного не в себе. Не вспомнил, что это Inflame. Он еще иероглифами подписан. Да, конечно, это Inflame. Спасибо, Лейкс. Вот, по поводу убийства Курьера, стандартный уже мув, пора привыкнуть, что Queen of Pain так играет. Я понимаю, что Queen of Pain довольно редкий гость на профессиональных играх, но надо помнить об этом. Когда Курьер используешь, чуть-чуть отходить к вышке и забирать вещи. Иначе будешь терять Курьеров. Много очень золота. Вообще, тут у Marfa, кстати, хорошая поддержка в лице фейта на Nature's Profit. Nature's Profit очень серьезно харасит. Заставляет, кстати... Как мы его условились называть? Пиво? Пив? Игрок. А, слушай, называй как хочешь. Тут вообще... Просто я помню, что кто-то шутил, что его можно пиво называть. То, что пиво. Или, ну, по буквам считать очень муторно, потому что у него PYW. То есть, как тяжело проговорить. Там ZYD, например, просто. Да, вот PYW как-то не очень. Ну, пиво. В общем, да. Он умиранее вынужден тратить arrow для того, чтобы пинька убивать. И не спамят эту arrow, например, в рейнджового крипа какого-то. Да, не спамят этот скилл в морфлинга. Вот, что, конечно, в Муге немножечко облегчает. Aligning. Подходит Shaker в mid. Но убить Dragon Knight довольно сложно. А, с дабл дэмэджем, кстати, можно попробовать. Перекрывают фиссурой. Так, нет авторшока и нет тотема у Shaker. Он только первым уровнем. На самом деле, телепорт бы хоть какой-то не помешал. Немножко была бы поддержка. У Bain и телепорт был. И, честно говоря, не знаю, не знаю. Nightmare 1 бы спасал. Хотя, если телепорт, не хватило бы мана. Окей, да. Там просто бы мана не хватило на Nightmare. Да, Nightmare очень дорогой скилл. 65 маны стоит. Поэтому... В общем-то, да. Тут Bain не было смысла лететь. Так, тут у нас атака на Shaker. Хотя, изначально Shaker дал фиссуру. По вардам там воина закончилась в пользу Newbie. Поставили ребята еще один вард. Но, видишь, не попали. Не попали. Сиренити и спаун блочится. Поэтому все получилось круто. То есть, как бы, ребята из Сиренити, вот они будут смотреть демку. Вот они сейчас, наверное, не понимают, что происходит. Они думают, что здесь стоит Observer на самом деле. То есть, чисто теоретически, к синку может тебе еще один центр принести. Ну, как бы, ты, когда уже точно знаешь, где стоит Observer, ты можешь заранее купить в центре, притащить и задевардить. Потому что это, как бы, окупает потраченное золото на центре. Плюс X. То есть, ты, как бы, в итоге в плюсе отстаешься. Ну, плюс немножечко золота сверху, понятное дело. Но если X-inco это сделает, он вообще в люто минусе будет. Потому что он уже третью центр поставит, а денег не получит за это. Ну, спаун задевардит хотя бы. Хотя, уже на такой минуте, мне кажется, он не особо нужен. Inflame чувствует себя прекрасно. Вот так и нужно. Так и нужно делать. Сейчас Enigma получит левел 4. Это второй Malphys. И, может быть, какие-то артефакты ему еще. Хотя ему до Доминатора далековато. Ну, в целом, можно и с хорошей фиссурой, и с шестью идолонами, и Malphys'ом, виспак, как следует пробить. Может, даже убить его можно. Игроков тебя сложно убить. Шейкер контролирует руну. Queen of Pain по таврам хочет сейчас все зафармить. И правильно не упустить ни одного крипа. И сейчас вернуться с бутылочкой. И даже может попытаться напасть на центр. Снова на Dragon Knight'а. Посмотрим. Sonic Wave'а, правда, нет. Есть второй скрим, есть второй Shadow Strike. Ну и фиссура, если будет грамотная, как-то вот так вот перекрыть. Было бы вообще супер. Пока смотрим. Зато войди. Пока отходят назад. Ага, ну и все. Замесил шейкера, взял Курьера. Курьер летает так вот спокойно, понимая, что его шейкер не убьет. Контроль рун через 10 секунд. Будет любопытно посмотреть. Снизу тут точно будет что-то похожее на драку. Но на самом деле шейкеру надо быть поаккуратнее. Да похоже, что сейчас 4 руны потеряют. А нет, отличный фиссур от шейкера. Хотя бы одну заберут. В топе небольшой размен. Фейт должен умереть. Но Муги, возможно, добьет и Си Джей. Ну, да, да. Разменялись. Руны лежат. Надо законтролить Сиренити. Можно 2. Но Queen of Pain приходит на одну. И Queen of Pain при этом может попытаться убить. Значит, Profit Teleportation дает. Отменяет и... Слушай, руны ускорения. Лип есть. Грамотное решение. Сониквей его нет. И было бы Сониквей, понятно. Это было бы убийство. Легкое, быстрое. Но в итоге 2-2. Да, по рунам? Хорошо. Я объясню, почему это очень важно для пика Ньюби. Потому что шейкеру неоткуда деньги брать больше. То есть ему тяжело здесь пойти кого-то убить. В топе он убить не может. Ведь в миде уже Dragonite 6 уровня тоже тяжело пройти. Кстати говоря, Dragonite 6 уровня. Queen of Pain только сейчас 6 будет получать. Вообще говоря, сейчас Dragonite может форму потерять, ничего не сделав. Хотя Queen of Pain без маны абсолютно. Появляется Сониквейв, но манга можно нажать. Манга нажимает. Но Dragonite убивать ребята не пытаются. Ну, взят войди. Такое ощущение, как будто вообще не боится эту Queen of Pain. Ну, он так чуть-чуть стрейфится ближе к горке. Но в целом продолжает каэсить крипов здесь. Все у него в порядке. В боте руны регенерации. Да, и Enigma тоже, конечно, важно баунти руны забирать. Ксингхул умирает от шейкера. Довольно странно получилось. Я не обратил внимания, что там произошло. Наверное, как-то запер его. Прям в момент тизера, может. У Enigma нет в кулдауне Малифайз. Ну, Enigma далеко был. Ну, это соло-фраг. Круто. Шейкер, вот уже. Magic Wand. Клэрити. Глядишь, там сразу сейчас будут фармить себе. Блинкдайгер какой-то. Как ни крути, пока Геррокоптер очень хорошо фармит. Геррокоптера фрифарм. А Геррокоптер Сейл, вы понимаете, что Ио тоже не стесняется подворовать опыт. У него почти уровень 5. То есть уровень будет высокий. И Виспой этот уровень. Вы сами понимаете, нужно быстрее взять 15-ый. Ты усиляешь своего кэри. И он фармит и убивает еще быстрее. Пора задуматься о стаках каких-то для Геррокоптера и Виспа. Полезно будет. Потом как-то идти стаки подзабрать, получить левел на саппортах. Важно. Так, Enigma, кстати, так и не показал свой билд. Что будет Inflame делать? Будет ли это быстрый Мидас или будет это какой-то Доминатор? Или раз уж у нас тут 2014 на дворе, то может и Мека? Но какая-то мантия у него странная есть. Мека пока, конечно, не знаю, как это расфакт. Он слишком дорогой по мане, просто. Он слишком дорогой по мане, он довольно дорого стоит. И при этом он слишком мало дает. Мекку надо бабнуть, кстати. Ну так мы Мека не видим. Помнишь, были времена, когда Мекку у нас, знаете, Сэфа могли купить нам? Ну любой герой мог купить, но это была Мека, которая не требовала. Там почти 300 мана на использование, как минимум. Для Сэфа, вы сами понимаете, это просто жесть. Для Вайпера уже подавно. Да, Вайпер и так... Он, в принципе, маны много не требует, да, от своих скиллов. Но потратить... Ну, представь, Вайпер страйк ты даешь, плюс Мекку, у тебя маны еще-то нет. Ну, 225 маны стоит. Мека я сейчас проверил. Ну да, это многовато. Ну хотя бы 150 надо сделать. Мека и так артефакт непопулярный. Намного лучше купить Пайп. Пайп дает тебе в разы больше стойкости. Потому что магического урона у врагов, как правило, всегда, ну, больше, чем физического в начале. А Пайп, он бафает всю команду. Барьер, по-моему, причем еще, ну, восстанавливает Мека 275. А Пайп, я посмотрю, Байп 400 дает барьер. Ну, то есть ты уже чувствуешь, да, уже разницу? Плюс Пайп тебя пассивно защищает очень хорошо от магии. Лично тебя хорошо защищает. А Мека что дает? Армор? Ну, классно. Ну, типа, несравнимые артефакты, на самом деле, по качеству. Пайп, конечно, стоит, наверное, чуть подороже на тысячу. Но он и намного лучше. Тем временем в топе погибает у нас Морфлинг. Приходит Крин оф Пейн, кидает дротик в Бэйн, а Бэйн тоже умрет. Ну, это плохой размен, понятно. Не, Морфлинг здесь вообще жесть, вы понимаете. Там Найтмар, если ты в момент анимации Найтмара не успеваешь дать перекачку, все, это жесть. Там просто стрела, старшторм, перекачка у нас в стане нынче не работает, и тебя очень быстро убивают. Ну, да, да, убьют геррокоптера. Должны убить. Хотя он до конца воюет, был близок к тому, чтобы разменяться. Слишком много юнитов оказалось, спириты полетели. Наказать не получится. Хорошо, слушай, немножко поубивали. Ксинг, ксинг, нагло, вперед. Но спириты закончились. И, кстати говоря, могут наказать. Фиссура, рейндроп сбили, ставится спорта, идти, зернуться надо куда-то, но под эмалифайсом сделать это очень трудно будет. И добили. Ну, и еще одно место. Да, и бейни еще приходят в топ. Сейчас с уморфинга развязаны руки. Очень много героев с топа передислоцировалось на бот. Ну, бейны я имею в виду, да? То есть в топе в данный момент одна Мирана стоит, и то Мирана получает этот кинжал. Там вейл и кинжал. Ну, мне кажется, что все эти не помогут. Успеи до фонтана? Настя, все, нормально. Нормально, нормально. Так его зарегенят, конечно. Руны. Опять очень важный момент. Пока что две достается команде с арене. Квенов Пейн, молодец. Идет, запирает. А дроны это супер важно. Вот когда ты играешь на шейкере, вот супер важно, чтобы твоя команда забирала руны. Вот, не знаю, можно пачку крипов пропустить, но руны надо забрать. Вот серьезно говорю, абсолютно. Это, в принципе, в любой игре так. Там ты можешь на керри пропустить пачку крипов, но лучше законтролить как бы две баунтируны и свою и чужую. А крипам там чуть попозже вернуться. В боте погибает. Ой, Физгрей такой не самый удачный. А все равно убьют. Ну да, да. Ой, шторм, давай. Сочно, да. Хороший был боти-бот. Ну, уйти как-никак. Токисура, реформ и адептик. Да. О, не хватает. Не хватило? Ну, Морд превращается в Мирану, прыгает. Хороший. Очень, кстати, грамотно. Не превратился бы, наверное, не убил. Как я понимаю, лейп бы ему долбав. Конечно. Красавчик. Очень быстро все понял, что нужно делать. Сделал убийство. 4-8. На центре. Стан по Queen of Pain. Ну, Queen of Pain трудно так убить. Ну, а разбивают много регена, разбивают рейндропы. Противный герой ДК. В таком плане, если ты его с лайна вначале не выиграл, то он получит хороший левел и выгнать его, в конце концов, станет еще труднее. Сейчас, правда, попытается это сделать Ньюби, однако здесь релокейт, судя по всему, вместе с герокоптером. Шейкера пора похоронить здесь. Он умрет. Ну и вышку заберут. ДК-1 уже может справиться с этой вышкой. Просто без скрипов заплевать. Да, герокоптер собирается улетать. Давай смотреть. Ох, не получилось. Ну, пытался, пытался, но Сирене очень круто контролили. Да, на топе уже Ксинг и GGG. И здесь тоже башня упала. То есть они в один момент убили две башни. Круто. Очень много сейчас получил конкретный герокоптер и конкретно драгонайт с этих моментов. И фраг сделали, и Тауэр забрали лично с дополнительными деньгами. 5-8. Преимущество Сирене меньше тысячи. Морфлинг купил себе маску. Дальше Драгон Лэнс. Ну и продолжает Муги фармить. Я обратил внимание, что Морфа сейчас начали брать чаще, чем обычно. Это, похоже, связано с популярностью Террар Блейда. И тут герокоптер тоже очень любит пикать. Команды, которые отдают сопернику виспо герокоптера, в топ телепортируется в фейв. Есть блокхолл через 3 секунды. Есть шоквейв. Тут не нужно. Энигм, он все-таки Доминатор купил. Четкий билд. Мне, кстати, больше всех сейчас нравится такой билд на Энигме. Солд Ринг, Доминатор. Очень хороший, дает старт. Очень хороший темп. Посмотрим, что будет дальше. И будет ли инфлейм покупать Мидас. Потому что, по-хорошему, Мидас, БКБ, Линкап, Блинк. И эту игру Ньюби проиграть, ну, на самом деле, не могут. На топ телепорт есть от Мираны. Возможно, здесь будет какая-то драка, чтобы... А, ну висп здесь. Поэтому релокейты не требуются. Но Энигба с блокхоллом, нужно понимать. Ой, надо не отдать этого крипа. Можно дать просто стрелу. Тяжело, тяжело. Фиссура. Останавливают. Ньюби вот эту вот атаку потенциальную. А с Доминаторным крипом нужно быть очень аккуратным. Да, очень много золота за него дают. Поэтому видеть им, конечно же, не рекомендуется. ХП реген огромный, кстати, у Энигмы. Плюс 20, и 4. Да. Это за счет ауры сатира плюс аура доминатора. Очень много дает регенерации. Герокоптер приходит в центр у него пока что молнии. Пока у Ньюби все под контролем. Они держат темп соперника. Простите за тавтологию под контролем. Долго пытался подобрать. Симоним, но не получилось. Потому что у Serenity очень хороший драфт на самом старте игры. Ну, он как бы и в лейте тоже очень сильный. Но из-за того, что у Шейкера очень требовательное отношение к блинку, к левелу. У Энигмы тоже очень требовательное отношение к каким-то артефактам. Serenity могут играть очень рано. Ну, и Морф тоже какие-то золотые пармят. Правильно. Поэтому Serenity должны сейчас вот как-то действовать агрессивнее. Заставлять соперника драться. Заставлять соперника выходить в какие-то невыгодные для него. Размены. А в данный момент что мы наблюдаем? То, что не убеют где хотят фармят, где хотят дерутся. Некоторые драки даже для них удачные. Потому что еще 9-5 в конце-то концов. Чуть больше вышек они потеряли, чем их соперник на одну. Но это не страшно для 15 минуты. Вот, кстати говоря, 15 минута. Пора контролить руны. У меня, знаешь, уже такая небольшая проблема с восприятием реальности. Начинается, когда ты на часы смотришь, а там 14-55. И ты такой, блин, через 5 минут руну надо контролить. Вот я тебе отвечаю. Вот несколько раз уже такое было. У меня как раз на кухне часы. Я иду обедать. Такой, типа, на часы гляжу. Так, 14-55. Блин, надо, типа, на руну успеть. Да. Что, у нас снизу драка, походу, будет. Там пока Бэйн пошел Деварзи, его сразу же Энигма пытается наказать. Есть Релокейт, Энигма, Блэк Хоул. Ой, хорошо. Фиссура, Эхо, Слэм, Соник Вейв. Как же это больно. 2 в 1. Пытается Драгонайт убежать. Гирокоптер превращается... Морфлинг превращается Гирокоптера. Быстро убивают и ДК. Остается Бэйн. И Бэйна также принимает. Но как так можно дожимать-то, чертов, Релокейт, зная, что там Энигма? Ну, или хотя бы тогда отсизериться от Гирокоптера. Да, не очень хорошая драка получилась для сырья нести, мягко говоря. И сейчас они, скорее всего, и вышку потеряют. И руны. Кому-то, кстати, уже пора телепортироваться в топ. Нейчерс Профит. Ну-ка, за рунами метнись, Фейд, братишка. Но он вызвал... Вот, блин, ошибается, Фейд. Ему уже незачем здесь стоять. Ну, одну руну он потерял. А мог бы забрать обе. Если бы сразу бы телепортировался. Он скан использовал, понял же, что там Ио, и туда не побежит. Ну, ладно, хотя бы две фботи должны забрать Нейчерс. Это не грубая ошибка в рамках того, что они сейчас сделали. То есть, они выиграли тимфайт, они темп немножечко подзатянули, подплавили сопернику. И теперь у них есть время и пространство пофармить самим. Конечно, можно подумать о том, что сейчас нет Суни Квейва, нет Блэкхола, нет Эхо Слэма. Но я сомневаюсь, что в такой ситуации с Рейнити просто соберутся в пятером нашу смоку, пойдут куда-то браться и причем найдут кого-то при этом, понимаешь? Это самое логичное предположить, да, что у соперника нет скилов, тебе надо выйти с ними подраться. Но это не всегда так просто, как кажется. Нотбейн нашел инвиз. Релокейт через 35 секунд. Ну, инвиз уже закончится к тому времени. Блинку Шейкера 16 минута с Транквилами. Отличный результат. Много помощи было от Шейкера. 2-1-6 статистика. Ну, он только что в драке принял участие. Он там, считай, и пара фрагов, наверное, сделал Саха Слэма. И фиссуру там дал еще, пара ассистов получил. Поэтому так резко у него куда прыгнул вверх. Бэйн. Скоро появится Финс Гриб, но... Ну, хотя поддержка очень близкая, на самом деле. Он может задушить. Он задушит, кстати, морфа. Ай, перекачкует, успел нажать в морфу. Все. Неприятно. Ару пролетает, и Моги уже убивать бессмысленно. У него 2500 здоровья. Думаю, ничего не сделать. Энигма интересный билд. Пайп в следующем сладу. Или это не пайп, это просто ходов дефайнс. С талантом на магическое сопротивление у Энигмы 54% сопротивления магии. Очень хороший показатель стойкости. Это тот самый Энигма, который будет с Пайпом, с Кримсоном бегать? Да, да, да. Здесь это совсем не обязательно. Обычно такой билд на Энигме делают, когда ты играешь против какого-то варлока. Знаешь, вот когда ты понимаешь, что ты просто не ультанешь. Попался С-3Пл-С, видимо, словил стрелу. Да, сам стрелу под станом. Изначально драгонайт, да, да. И потом уже стрела. Шейкер хотел ворваться, на нее кулдаун был на Эхо Слэм 3 секунды. Так бы, я думаю, прыгнул бы. Там под Эхо Слэм Эфиссура и Соник Вейв. И можно было перевернуть. Но 3 секунды решила. 3 секунды кулдауна. Как минимум, как минимум Мирану смогли бы забрать. ДК-то может и нет. У ДК здоровья побольше, чем у Мирана. Ну да, но могли бы и забрать, но в ПМ бы могла, наверное, Блинкаут сделать. Ну ладно, этого не произошло. Поэтому уже, что уж говорить. Пока что инфлейм не делает. Хотя на самом деле Пайп тут будет очень хорош. Он решил, пока, по крайней мере, у него в Квикбайе Кримсон Гард. Кримсон Гард отличный слот против Гирокоптера. Он защищает от флэка очень сильно. И по поводу билда. Ну, я уже, в общем, сказал. Просто повторюсь, что такой билд используется в играх, когда тебе очень сложно отдать блэкхолл. Здесь, в принципе, игра не совсем такая. То есть тут можно было бы углубиться в покупку Блинка БКБлинки. Но инфлейм просто хочет держать темп вместе со своей командой. Видимо, боится, что наступит такой момент, когда с Ренити хорошо потерутся. И потом уже инфлейм будет просто, знаешь, бегать по карте, надеясь, что его никто не поймает, и он будет дофармливать свои слоты. А так он достаточно боевой. Покупая эти вещи понемножечку, он всегда может прийти в драку, дать скиллы, помочь команде. Так, там встреча. Есть отличный финанс грипп. Что дальше? Будут ли хоть какая-то помощь? Ставить спрут? А нет, шейкеры убивают. Хотят еще Сиренити кого-то поймать. Прыгает ZYD. Находит Nets Profit. А Nets Profit... Ну, тут улететь очень трудно. Слишком много бёрста урона. Минус два. Минус два для Сиренити. Хорошо. Наказали изначально, ведь именно Ньюби планировали здесь выходить в ганг. Не получилось. И немножко денежек заработали. Почти тысячу на команду. Ио 11 уровень. Потихонечку он набирает вот этот вот заветный 15. Герокоптер. Почти есть Ultimate Orb. Скади будет после Мьолнера уплотниться просто. GGG. БКБ решил здесь проигнорировать. Ну, наверное, он прав. Black Hole, Sonic Wave. Только что шейкеры. Вот эти станы неприятные. Но в целом... Ладно. Ну, с другой стороны, видишь, он делает скади. И... Миднайф Палс отнимает в процентах здоровья. Поэтому эти статы ему особо стойкости могут не дать. Поймали Энигму. Энигму вряд. Ну, посмотрим. Будут ли спасать? Хотят спасти. Посмотрим. 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 Есть Black Hole. Врыв от Муги. Зато ID закрыли спорты. Прилетает Ио. Прилетает Герокоптер. Хороший кулдаун. Старшнам от Пивай. Но... Убьется Кюноф Пейн. Да, Кюноф Пейн убили. Значит, профит. Я лежу. Значит, профит до конца. Боюет просто на 17 хп. Если убийство еще одно. Успеет ли Ютюг Синг? Успевает. Уйти там минус 4. Но на самом деле скрыто минус 5. Только что было от Ньюби. Чудом его улетает. Но... Это Энигма с Худом. Это Энигма с Доминатором. С Виталити Бустером. И убить этого Энигму очень тяжело. Да. Казалось, что Энфлейм уже погибает. На самом деле промедлился. Релокейтам его нужно было сразу лететь. Вот как только поймали стан Энфлейму, нужно моментально было делать релокейт. Я понимаю, что боялись, скорее всего, что... Сделав релокейт на Энфлейму, ты сразу же рискуешь попасть в блоккол, но его нужно было убить за стан. Я предполагал, что именно так и получится. А оказалось, что нет. Побоялись. Ребята... Может, релокейт, кстати, был в кулдауне, но не думаю. Там релокейт не такой уж и высокий кулдаун. Контроль рун. Остается еще руна одна до сих пор. Фаи такой... Опа! Отлично. Да, соперника здесь уже давно не было. Ему пока сюда идти вообще не позволяют. 4 тысячи перевес. Морфлинг Линкенсфера. Морфлинг 2 200. Вместе уже денег. Нормально. Морфлинг себе привозит кутерстав. Интересно, интересно. Это... А, это не его. Я уж думал... Не его, да. Я уж думаю, лол. Это просто орки, да? Да, оркид. Почти. Почти готов оркид. Для той же Мирана это будет в какой-то момент большая проблема. Так, ну что ж, Онигмы почти пятнадцатый. Да, все, пятнадцатый появляется. Взглянем, какой талант. Берет себе золото. Берет себе золотишко. И берет себе Кримсон. Все, уже в курьере. Он есть. Ну, все, можно играть еще смелее. Передумал гирокоптер, делает БКБ. Да. Морф тоже хочет БКБ себе. Такой суперзащитный билд у Муги. Линга потом сразу БКБ игнорирует манты, игнорирует Этериал Блейд. Хотя Этериал можно было бы убивать ДК. ДК очень боится магического урона, потому что у него много брони. И здоровья не так уж и мало, да, поэтому бить его руками тяжело. Он слишком мало дэмэджа получает от атак физических магий. Зато его за милую душу можно под Вейлом, там под каким-то через Соник, через прокаст с Этериал Блейда, кого можно убить. Ну, Муги просто не хочет умирать, скажем так. Он хочет попадать под эти всякие колдауны, старштормами раны, чтобы стрелой в него не попали и так далее. То есть, когда он купит БКБ, на него вообще управа не будет, посмотри. То есть, ЛНК игнорирует Финцгрипп, ну и БКБ игнорирует все остальные скиллы. Брев на Шейкера. Шейкеры нашли, пытаются быстро уйти. Ставит спрутей, стрела залетает. Тут Герокоптер, есть байбак от Шейкера. Шейкер, возможно, быстро нажмет телепорт. Морфинг рвается на Ио. Ио нужно постараться быстро убить. Очень долго Морфинг теряет массу времени. Ио в итоге улетает. Улетает вместе с Герокоптером. Муги остается на лоу-хп, пытается жить. Идет ZYD до конца, убили еще и Ксинка все же. Но и погибает Морфинг. Блокхолла не будет. Блокхолла уже, но нет смысла. Шейкер выкупился, но в драку он прийти, я так смотрю, не успел, да? По каким-то странным причинам. То ли у него телепорт. Телепорт у него как раз таки, ну хотя... Было использовано, похоже. Может он его отменил на базе, я вот думаю, сейчас случайно. Может быть, может быть. Вообще странная ситуация произошла. Шейкер бы пришел в драку, дал бы хотя бы фиссуру, он помог бы своей команде. Ну и виспании добили. Очень долго, точнее, виспа добивали. Я так смотрю, умер вообще в другой части. От Shadow Strike'a, наверное, умер или от Оркида. Либо от Shadow Strike'a, либо от Spirit Vestero. А, ну да. Непонятно, что там произошло. Мы можем, конечно, посмотреть Last Hit, кто убил его. Его погиб от руки из Triple C, то есть его убил Shadow Strike. Но на нем еще есть перед веселью висел, его просто Shadow Strike'a добил. Так, попытка напасть на Бэйна. Бэйн под Оркидом, станд получает, получает дротик. Забирает. Боже, как не везет здесь Ньюбер. Как не везет. Бэйн находит хасту. Единственная руна, которая его спасала. Ну, может быть, его инвиз еще спасала, но там, наверное, должен быть детекшн какой-то. Ну, уже оставил шейкер. Поэтому, что инвиз это единственная руна, которая его спасала. Ну, и, конечно, в этой драке было два Блэкинбара. Нужно это понимать. Драгонайт и Герокоптер использовали. Это помогло не погибнуть быстро и очень долго жить драке. И последствующую всех убить. Сунау 1000 за команду Сиренити. У нас такие легкие качели. В один момент Ньюбер ввели 4,5. Но теперь этого преимущества нет. И у Ии уже есть 15-й. Вы понимаете, GG стал намного сильнее. И уже, смотрю, там после БКБ намечается бабочка. Притом она не за горами. Есть Мунлайт. Пока идея не понятна. На Рошана заходить ребята не хотят. Пытаются кого-то найти. Как я понимаю, они ожидают по вот этому скану какого-то ганга от противника. Но немножко по таймингам ошиблись. На секунд 15-20. В итоге никого не найдут. Мунлайта больше нет. Проверяют Рошана Ньюби. В общем, Ньюби на этого Рошана могут и зайти. Но вот так вот просто пойти на Рошана без там Вижна на противнике не получится. Да, и все. Сиренити просто сейчас пойдут, отпушат низ. Там очень много крипов. Тегерокоптеры, это все. Фарм. Пайп. Энигма Пайп Кримсон. По-прежнему без Блинкдайгера. По-прежнему без БКБ. Такое-то Энигма. Ну, рано или поздно, Блинк, все-таки надо купить. Вот, например, сейчас. Начинать копить на него деньги. В невидимости Драгонайт охраняет Мирану на случай какого-то ганга. Ну, а герокоптер Сио продолжает давить. Случай Драги, они прилетят, вы понимаете. Ну, и здесь башня упадет. И герокоптер уже выходит на первую позицию по Энетворсу. От морфинга пока недалеко ушел, но я думаю, что это вопрос времени. Чуть вот этот пылесос по всей карте. На топе, я думаю, будет Драга. Есть релокейт в случае необходимости. Драгонайт уже выходит. Надо быть аккуратнее с Блэкхоллом. Блэкхолл есть. Окей, но Энигму пытаются быстро убить. Энигму убили. Все. Без Энигмы непонятно, как драться. Муги пытаются убить Пиф. Пиф успевает уйти. Муги теряет свой Блэкенбар. Сбивает ему Линкен Сферу. Пытается убежать. Мирана прыгает вперед. Драгонайт получает очень долгий стан. Ладно, Финнс Гриб. Финнс Гриб. И очень быстрое убийство. Если бы только Инфлейму убили, был бы не такой уж и плохой размен. Потому что потратили игроки Серенити 2 Блэкхинг Бар. Кстати, в боте, что там, хотят убить Виспа. Да, грамотно, кстати, его поймали. Да, он на релокейте ветвернулся. Но, с другой стороны, Рошан. То есть, Герокоптер мог бы прилететь вместе с Ио. И, скорее всего, там бы была какая-то драка. Тут можно попадаться. Если... А, Криннс Пэннисти. Тогда, да, попадаться. Она только что вниз прилетела, чтобы как раз-таки Ио убить. Поэтому, я бы сказал, что даже это хорошо для Серенити, что они продали Ио, но получили свободного, халявного Рошана. Да, если бы Криннс Пэнн была бы рядом с Рошпитом, наверное, Шейкер бы туда кинул фиссуру. Криннс Пэнн могла бы там как-то подойти, Скрим дать или Соник подамажить. Хотят ответить сейчас Ньюби. Не успевает кинуть фиссуру. Можно разбудить Шейкера. Ну, что-то ребята как-то не хотят. Нажимать силы на Энигме. Кримсон, Пайп, что-нибудь. Ну, Black Hole. Ну, там Аегис. Там Аегис, Драгонайт, Блэкин Барри стоит. Выбили Аегис. Далее что делать не совсем понятно. Ставят спроты, Драгонайта закрыли. Нужна помощь. Икси Джей больно. Миднайт Пуулис, Гирокоптер. Флэка нет. Надо бежать. Есть БКБ в случае необходимости. Но БКБ надо нажимать. Не хочет? Нет. Все, нормально, нормально. Там за Твойди очень долго бьют. Должны его наконец-таки убить. Да, есть Скрим. Убили Флэка еще не. 13 секунд. Гирокоптер что-то пошел вперед. Нажимает БКБ. Убивает Ночи с Профита. Моги. Есть много зарядов в стике. Есть лютимейт. Полетел на вайформе. Улетает очень далеко. И Стрипл Си также уходит. Полетела стрела. Мимо. Моги. Нажимает флэк. Флэк появляется у Джи Джи Джи. Выкупается Ночи с Профит. Делает телепорт. Отменяет его впоследствии. Выходит из Стрипл Си. Он как будто байтит. Но байтит он опасно. Нет. Не было у него блинка в моменте. Но и не было контроля. У Сиренити абсолютно. Выходит Джи Джи Джи. БКБ в отрасли. Нажимает флэк. Дает кулдаун. Как-то прям ребята. Немножко заигрались. Мне кажется уже есть смысл отсюда уйти. Выгодная драка для Ньюби. На самом деле. Вот если бы они сейчас смогли ее как-то навязать. Но Шейкера нет. Чтобы навязать эту драку. Фиссуру не положить. Не застанет никого. И Нигм без Блингдагера. Поэтому не получается как-то навязать сопернику бой. В Сиренити то нападает, то отступает. То нападает, то отступает. И в конце концов понимает, что им эта драка невыгодна. И уходят обратно. Если бы они чуть-чуть задержались. Они бы проиграли этот тимпайт. Без Драгон Найта. Без БКБ на Гирокоптере. Их слишком легко. Ну Гирокоптеры легко достаточно задизейблились. Есть стану морфа. Через силу. Если перекачаться, выдать его. Плюс оркет. Замедление. Всякие Малэфайс. Плюс Миднайт Пульс. И все это будет работать. Гирокоптер будет очень сложно. Ну и к тому же на Виспа всегда можно повесить спирит весель. И на Гирокоптер тоже, чтобы здоровье Гирокоптера не восстанавливал. Так что правильно сделали Сиренити, чтобы в конце концов отступили. Ну ладно. БКБ становится все слабее и слабее. Это значит то, что потенциал, который может развить шейкер в драке, становится все выше и выше. Если она затянется, драка затянется, то там можно будет и вторую, и третью фиссуру использовать. Кулдаун и фиссуру 15 секунд. Ну третью, наверное, вряд ли. Только если там байбэки какие-то будут на 2 фиссуру, за драку вполне реально дать. Так, что там по слотам? Энигма хочет БКБ. Зря, кстати. Покупает инфлейм БКБ. Если Бэйн будет преследовать задачу сбить Блэкол, то он этот Блэкол обязательно собьет. То есть лучше купить Блинк и засосать Бэйн и плюс один какой-то, чем БКБ рашить. Ну поглядим. Может быть все не так однозначно. В прошлой драке, кстати, перед тем, как с Иринити пошли забирать Рошана, очень долго инфлейм убили, но в конце концов его забрали, и он не успел свою команду бафнуть вообще ничего. То есть он ни Кримсон, ни Пайп ничего не нажал. Что, конечно же, плохо. Только вернулись на базу Ксинг. Вместе с Пиф. Сейчас отрегенится. Можно подвозвращаться. Возможно, мы даже какой-то смок сейчас увидим от Ньюби, несмотря на отсутствие Блэк Холла. Морфлинг готов нападать. Квин оф Пейн идет. А, ну ребята пока идут просто контролить руны. И не просто контролить руны, но еще и ожидаю здесь увидеть какого-то саппорта, который тоже пойдет контролить собственную руну. Саппорты с Иринити контролят руны в топе? Да, то есть устраивают с Иринити вот такой вот размен, ставят спроты и по рунам 2-2. Нормально, нормально. Гирокоптер купит бабочку, с ним труднее будет намного справиться, так что не рекомендуется вот дофармить Блинк на Энигме и уже выходить в какие-то агрессивные походы за вражескими вышками, за вражескими героями. Мирана покупает Мьелнер. Кстати, Мирана такая раскачанная получилась, да? 19-20 уже уровень, сейчас появится талант на Манобрейк. Очень много урона. Вот у Мирана на 20-м уровне Манобрейк, в 25 единиц, а у Вивера на 15-м. И у него, по-моему, двадцатка. Но Мирана на самом деле с этим талантом намного страшнее, потому что Мирана, как правило, покупает манту это раз, и Мирана со своим талантом на скорость атаки очень много выстрелов выпускают единицу времени, поэтому там дэмэджи намного больше. Дэмэджи потенциал от такого таланта. Снизу готовится на гирокоптера. Смотри, через заказан. Через заказан вот прям сейчас можно. Чего они боятся? Ну, они ждут, они ждут чего-то. Все уже... Как-то они думали, наверное, что не убьют. Я пытаюсь просто... Ну, они могли думать, что не убьют, а не могли думать, что может стоять ее за спиной вполне. Ада, кстати, вот еще. Ты прав, ты прав, ты прав. Вот Ио за спиной вполне мог стоять. И там ведь могла бы быть контратака, вот что самое неприятное. Ты тратишь там блинг на копе. Ну, то есть, если бы игроки Ньюби были бы уверены в том, что Ио не стоит сзади ЖЖЖ, можно было бы напасть и 100% его убить через Соник, Эхо Слэм, Фиссуру, ТТМ и так далее. Но ребята просто боялись. Их можно понять. Вот как раз такой момент, да, когда ты смотришь на карту, видишь все с высоты птичьего полета и думаешь, почему игроки не делают то или иное действие. Они-то на самом деле правы. А вот ты не прав. То есть, как бы, если бы они видели все, они бы могли напасть и, скорее всего, бы напали. Но поскольку они не видят, они не имеют права это делать. Они не хотят допускать ошибки, потому что ошибка для Ньюби будет сейчас стоить очень дорого. Потерянного лайна как минимум. Ну, или байбеков, если эти байбеки есть, конечно. Байбеки есть, кстати, не у многих. Только у Морфа. У Ньюби. У Серенити. И то, Морф потратил деньги. Купил что-то себе. Что он тебе купил, Скаде? Нет. Билсон. Падает Т2 на центре. Иначе спорфита по-прежнему нет. До этого убил Геррокоптер вместе с Ио. Очень долго он находится в таверне. Как я понимаю, он после байбека умер, поэтому так долго валяется. И 5000 преимущество. 20-21 счет. Геррокоптер 20, Канетворс. И до Баттерфляя совсем немного осталось. А ты уже говорил, что будет трудно. Будет непросто. Если он нажмет БКБ, если он еще каким-то образом не поймает Блокхолл. то будет просто под флэком уничтожать. Так, ну что там по Блинкдайгеру? Да, Энигма с Блинкдайгером. Отлично. Бабочка готова. И талант на 150 золотую минуту для Ио также готов. Сейчас и у этого парня полетят предметы. Ждут сиренити какой-то выход в лес. Но никто не выходит. Есть Смоук от Ньюби. Муги просто давит центр. Все остальные за спиной. Должно быть интересно. Наконец-то Инфлейм купил Блинк. Да, 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 молодец. Молодец. Теперь нужно только что-то с Бэйном сделать. Либо зафокусить его быстро, либо поймать Блокхолл. А что это за московый Мэднесс? Не, он его случайно собрал, потому что бабочку хочет купить. Он его бы сразу же разобрал. А что он? Мог бы и оставить ради Рофла. Нужно что-то сделать с Бэйном. И Инфлейм даст хороший Блокхолл тогда. Который не сбить будет. Ну, скорее всего. От Сиренити релокейт. Если что, готов. Давайте смотреть. Пока ребята втроём. Против пятерых выходят. То есть это не очень круто. Драгонайт. Смог развеет. Ставится с пруты. И всё. Конец. Да и в общем правильно. Если сейчас Сиренити бро бы ворвались, честно говоря, я не совсем уверен в их шансах на победу в этой драке. Позиционка у Ньюби была бы поинтереснее. Пока стоит бездействует Ньюби. То есть в то время, как гирокоптер пылесосит лес, Ньюби стоит в пятером и ничего не делают вообще. Шекер улетает на базу. Всё, ребята просто улетают. Понимает, что теряют здесь время. Нет смысла здесь находиться дальше. Шекер покупает книгу. Уже её, видимо, прочитал. А Мирана в невидимости. Ну, кстати... Нет, Морф уже ушёл. Всё. А что по детекшнам у Ньюби? Даст есть у Шекера. 4 центри у Ночерс Профита. Неплохо было бы гем купить. Деньги надо. Понятно. Деньги надо. Но на 35-й минуте надо уже как-то про гем думать. Даже несмотря на то, что у соперника есть инвиз. Нужен гем для того, чтобы девардить вражеский вижн. Посмотри, какие варды наглые стоят у Сиренити. Прям на половине Ньюби. На половине карты Ньюби. И причём это такие варды не на хайграундах. Которые простым гебом девардятся на раз-два. Ты пробегаешь мимо, замечаешь варды и уничтожаешь их. Сейчас, например, на варде видно идолонов с крипом. И вот этот смок, который Ньюби сейчас использует, он может быть... И идеальный скан, да? Да, видишь, 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 вот и всё. Поэтому от этих вардов нужно избавляться в первую очередь. И, ну, варды на самом деле нетривиальны. Обычно вот этот вард находится где-то здесь. А вот этот вард находится либо вот здесь, либо вот здесь. Вот, а сравнить очень хитро. Хитро всё вот это дело. Про вардили. Чего, кстати, нельзя сказать про Ньюби. Ньюби варды пока довольно дефолтные. Вот один вот этот вард я вижу. Один на лайне, видимо, для того, чтобы вот как раз ловить вот этих гирокоптеров. Знаешь, когда гирокоптер пушит линию, а за ним якобы висп стоит. Если это блеф, и если виспорядом нет, то гирокоптера можно будет легко забрать. Зато иди, прыгаем. Хорошо, очень грамотно сыграно. Энигма, понятно, здесь шансов 0. И сразу же можно идти на Рошана. У Энигмы есть байбэк. Я думаю, если ребята хотят поиграть немножко, то... Им нужно будет выкупаться и за Рошана драться. Да, да, да. Им нельзя не входит. Шрайн, тем более, есть. Знаешь, бывают моменты, когда нет шрайна, нет Т2. Тогда да, ты выкупаешься, а тебе ещё идти секунд 25. Пока очень далеко Ньюби находится. И даже пока Сиренити так очень аккуратненько играет, но мы не видим. Неужели просто вот так вот отдадут? Вполне вероятно, что отдадут, да. Тут всё-таки шарда пока что нет, но и сыр очень сильно будет решать. Герои жирные у Сиренити, плюс сыр может забрать его. И под конец действия Блэкхола ты с огромным шансом успеешь нажать сыр, и тогда Блэкхол вообще не работает. Нужно только как-то проконтролировать момент спиритвеселя. То есть, если на тебе висеть спиритвесель, то сыр использовать на Виспе бессмысленно. Не восстановит тебе... Ну, что-то восстановит, конечно, но понятно, что очень мало, да. Да, разница между уже герокоптером морфлингом в 5000 золота, это практически бутерфляй. Потеряли темп на самом деле Ньюби. Вот в лейт вышли Сиренити. Для лейта у Ньюби пик тоже неплохой, но им не хватает слотов. За 37 минут, за 38 минут у Энигмы должна быть комбинация из артефактов, которая позволяет энплейму скастовать Блэкхол и вообще не бояться, что тебе этот Блэкхол собьют. Ну, ладно, может быть, Линку... Вот с такими слотами Линку, конечно, не нафармить, но БКБ у него должно уже быть 100%. С талантом на ГПМ. То есть, для того, чтобы нафармить еще один слот на хардлейнере, вот в такой ситуации, тебе нужно больше ром забирать. Рошана как-то поконтестить, да, вот вышку, например, в топе вот эту забрать. И тогда БКБ будет. Но инфлейм пока что БКБ дофармливает. И что-то мне подсказывает, что инфлейм пока что не очень хочет вступать в драке, поскольку, во-первых, у него нет БКБ, во-вторых, там АЕС и сыр. И Ньюби сейчас очень тяжело играть в чистом поле с Сиренити. Блэкхол дать будет непросто. Наверняка игроки Сиренити будут готовы к этому. То есть, Бэйн там должен сейчас позаботиться о том, чтобы у него был Финсгрипп в тимфайте. И кастовать этот Финсгрипп желательно именно в Энигму. Конечно, качаются и игроки Ньюби, но Сиренити сейчас заставит их телепортироваться на бот для того, чтобы подефать линию. Ультимейт от Нейчерс Профит остается пока что в топе, Стриплси чуть-чуть толкнул лайн он. Очень быстро падает линия, очень быстро врывается. Спин-офф Пейнт ставится с Пруте, есть Фиссура, врывается инфлейм. Яромхоптер сейвит, рейв от Драгонайт, на Энигму. Это очень грамотно, Энигму убить пока не получается. Пошел кулдаун, Могия пробивает Драгонайта. Энигму убить не смогли. Идея была понятна. Врыв от Шейкера, есть АХС. Сразу Шейкер приняли. Просто было настолько очевидно, что Ньюби сейчас ни в коем случае нельзя выходить с базы. Но почему-то Шейкер это не было очевидно. Сыр остался, а Эгис остался. В общем-то, Сиренити все есть. Гирокоптер даже БКБ не прожал. Сиренити дали свои скиллы, отступили и начали перегруппироваться. Что это был за Эхо Слэм, что это был за Влёт от Шейкера, непонятно. Стоит он сейчас целой линии Ньюби. А, хорошо, если одна линия. Возможно и второй. А что Сиренити мешает идти дальше? Ничего. Там уже у Драгонайта скоро БКБ появится, 26 секунд остается. Гирокоптер хорошо пробивает, есть Найтмар. Сейчас будет Гирокоптер еще и хилить. Он готов свою дочь Аэгис в случае необходимости. Да можно сыр нажать. Нажал, нажал, Соник Вэйв, GGG долго живет. БКБ не хочет терять, только после Аэгиса. Моги пробивает, GGG выпили Аэгис. Но Black Hole нет. Квенов Пейн, убили. Там Релакейта, Ио, Ио пытался... А, ну Ио, видимо, засовить пытался кого-то, не знаю. Или просто хотел себя восстановить. Сейчас происходит следующее. Крипы есть? Крипы... Крипов... Ну, Крипы снизу, да, да, нормально, нормально. Сейчас и чека сойдут. В общем, задача Сиренити заставить Квенов Пейн выкупиться и отступить, не потеряв большое количество героев в данный момент. Вот они бьют, бьют хайграунд, но бьют осторожно. Понимают, что может лакхол быть. И сейчас просто уйти. И сейчас просто уйти. Ну, дерутся пока. Не нужно. Джи-джи-джи продолжает просто бить казармы. Энфлейм, есть фиссура. БКБ по-прежнему джи-джи есть. Наконец-таки использует его. Ну и начинает дальше бить казармы. И вот теперь уйти, это будет просто идеально. Вот как-то подловить бы Ньюби на развороте, он хоть кого-то. Зацепите, но Флэйм бежит, но он очень быстрый. Очень быстрый. Получилось все вообще идеально. Вот прям идеально. Даже лучше, чем я предполагал. Я, честно говоря, ожидал после выкупа Queen of Pain, что Ньюби полезут прям вперед, будут драться и заставлять соперника умирать на своей базе. Но пока умирает только Фейт, который... Ну, он руну пошел контролить, но оказался на варде. Он при том даже понимал, что происходит. Он спруты ставил, чтобы не могли к нему пройти. Но понятно, не отпустили. Он руну-то не забрал при этом. Да ладно. Да не-не-не, забрал, забрал, забрал. Я не вижу. Вот-вот-вот, Фейт забрал. Сразу после казарм Джи-Джи. Ну, он одну забрал. Ну, одна баунсирует. Да, он одну, вторую, да. Вторую уже не успел. Ну, в общем, Ньюби вот этим действием, вот этим влетом от Шейкера сейчас потеряли два лайна и байбэк на Queen of Pain. Если бы Шейкер не влетел, не умер бы при этом сам, то вполне вероятно, что с Иринити ограничились бы только одним лайном. И Queen of Pain не потратила байбэк, то есть не умерла бы, в конце концов, защищая линию в центре. Видишь, как бывает. Ошибка одного игрока. Приводит к печальным последствиям. Преимущество становится просто каким-то неадекватным. А Герокоптера еще 5000 в элементаре есть. Надо будет что-то еще прикупить. Наждая даже какой-то сатаник себе взять. Чтобы гарантированно после там какого-то блокхола восстановиться. Потому что Энигма уже притарился, но Инфлэйм пока вот ждет момента, не может дать блокхол. У него уже, в общем-то, и блинки, и БКБ. Но на него всегда нападает, но не успевает. Он просто не успевает выбрать позицию, потому что его заставляет. Но может быть сейчас. Давай смотреть. Убивают Неча с Профита. Полетела стрела. Драгонайт стоит воюет. Энигма ждет момента. Врыв на Драгонайт. Драгонайт нажимает БКБ. БКБ от Морфлинга. Герокоптер все еще бежит. Релокейт есть, но почему-то Ио не хочет его использовать. Сониквей попадает под боем. Бейна должны убить. Бейна убили. Сейчас нужен блокхол. Ну, давай смотреть. Ну, давай. Эхо слэм. Герокоптера не затянул. Герокоптер не затянул, и Герокоптер просто уничтожает. Ну, мне кажется, это конец. Ну, было близко к тому, чтобы сейчас реально камбэкнуть. Но он Герокоптер не затянул. Герокоптер, вы понимаете, Нигму убивает. Там БКБ у него или что-то еще он просто бьет руками. Гага. Надеюсь, было не слишком минут суши, когда я крикнул, вот он. Ну, я просто волновался за Нигму. Мне хотелось, чтобы они выиграли эту карту. Ладно. Да, ладно. Ну, ошибки понятны, на самом деле, в игре Ньюби. Два отданных Рошана нельзя бесконечно отдавать Рошанов. Ты можешь отдать одного. Вот такому пику, который у Сиренити, ты можешь отдать одного. Отдавать двух. Ну, надо, по крайней мере, за второго как-то подраться, убить каких-то героев. И даже если, в конце концов, соперник с байбэками Рошана заберет, может быть, ты как-то сможешь эту ситуацию разыграть выгодно для себя. Inflame слишком увлекся вот этими артефактами. Какого-то одного было бы вполне достаточно. Либо пайп, либо Crimson Guard. Вот не нужно было рашить все. Можно было бы оставить Hood of Defiance, дальше купить Crimson, потом уже готовиться к покупке блинка и БКБ. Если, не знаю, прокликивал ты его часто или нет, он там сначала Мекку хотел купить, вот после пайпа Crimson, потом Гривзы хотел купить, потом понял, что ему нужно тут либо БКБ, либо Блинк поставил себе БКБ, решил потом купить Блинк. Ну, в общем, по сути, Блэковлов-то таких вот эпичных мы не увидели в лейтгейме, тех самых Блэковлов, которые игры выигрывают. Ну и ошибка от Шейкера. Этот влет стоил двух лайнов и БКБ на Queen of Pain, поэтому Сиренити победили. Сиренити победили. 1-0, уйдем на паузу и вернемся на вторую карту.